Добрый день! Рада вас приветствовать на лекционном занятии. Тема сегодняшнего занятия метод Гаусса. Данный метод мы используем при решении систем линейных уравнений. На предыдущих занятиях мы познакомились с основными понятиями систем линейных уравнений и сегодня мы разберем конкретный пример, как мы можем найти решение систем линейных уравнений и неизвестных. Метод Гаусса это метод последовательных приближений. Как мы можем, допустим, решить, представим конкретный пример, система линейных уравнений с четырьмя неизвестными. Чтобы найти его решение, давайте перепишем данные, выпишем данные коэффициенты стоящих при неизвестных и образуем матрицу. Первый шаг, что необходимо сделать, это при помощи, используя алгебраические преобразования, сделать так, чтобы по главной диагонали все, что находилось ниже главной диагонали, элементы обнулились. То есть мы умножим вторую, третью и четвертую строки на матрицы на следующие числа, такие как минус 2, минус 3 и минус 2 и прибавляя соответствующие строки, соответствующие ко второму, третьему и четвертым строкам. Исключим переменные х1 из всех строк, начиная со второго. Заметим, что в нашей новой матрице появилась главная диагональ, это элементы 1, минус 4, минус 8 и 5. В первом столбце, кроме первого элемента, остальные все занулились. Теперь необходимо сделать так, чтобы остальные элементы, которые лежат ниже главной диагонали, тоже превратились в ноль. Вторым строкам необходимо умножить вторую строку на минус 7 четвертых и прибавить полученную строку к четвертой. Исключить переменную х2 из всех строк и начиная с третьей. И наша матрица примет следующий вид, который расположен в левой части. Следующий шаг. Необходимо, так как элементы, стоящие ниже главной диагонали, обнулились, наша система примет следующий вид. Запишем через коэффициенты. И, соответственно, мы уже можем вычислить, чему равняется четвертая неизвестная х4. Это будет минус 2. Подставим в уравнение третье вместо значения х4 число минус 2. И вычислим третью неизвестную х3. Третья будет равняться минус 1. И также продолжаем. Вместо х3 и х4 подставляем элементы минус 1 и минус 2 во второе уравнение. Находим х2. И, соответствующую, если нам известно, чему равняются элементы минус х2, х3 и х4, мы подставляем в первую строку и находим элементы, неизвестную х1. Соответственно, решением данной системы будут ответы 1, 2, минус 1 и 2. На следующем слайде представлены примеры, которые необходимы решить системой линейных уравнений, используя метод Гаусса. И список используем литературы, которые вы можете также изучить для закрепления данной темы. Продолжение следует...